И всем привет друзья, доброго дня, вечера, утра, смотря когда вы смотрите этот выпуск С вами снова Крюз, с вами снова Лига АБЛ и знакомство с пятью командами из пяти уже привычных нам дивизионов Поэтому большое спасибо всем кто помогает при создании видео рассказывая о командах Спасибо всем кто смотрит, спасибо всем кто лайкает, ну пока дизлайков не было Но надеюсь и не будет и всем эта рубрика будет заходить дальше, а мы поехали, продолжаем Ну и конечно же, конечно же, ВБЛ Лав, первый дивизион о котором мы будем говорить И первая команда о которой мы будем говорить в сегодняшнем ролике это Майами Соул Конечно же, прекрасные девушки, каждый раз с наступившим уже 8 марта мы вас поздравляем, куда без вас Ну а теперь немножко о команде, собрана она была усилиями Андрея Тупицына Он даже в составе числится, но пока на паркет правда не выходил, может быть появится Но если серьезно, то команда очень сильно перекраивалась по ходу этого сезона Начав свое выступление с шестого тура, долгое время чередовала команда победы, поражения Имея в составе ряд хороших игроков, которые позволяли цепляться в каждой матче, ну в большинстве, почти во всех Но с усилением, с добавлением ряда игроков, особенно Федотовой сейчас и вот Трифоновой, которая несколько уже туров подряд играет Команда с 14 тура имеет лишь одно поражение в своем активе в 7 матчах 6 побед, одно поражение, отличные цифры и уверенно КПО идет сейчас, прям набирая обороты, набирая некую такую сыгранность В целом Майами следует современным тенденциям, является самой многобросающей командой дивизиона из-за Дуги 5-4 броска в среднем за игру Ну это больше, конечно, относится к тем матчам, где лидеры нынешние не появляются, но это в принципе хороший показатель Тем более, что процент реализации третий в дивизионе, так что не в молоко девчонки бросают, а очень даже неплохо и точно Набирает Майами Сол 54,2 очка, это середина, это пятое место по количеству набираемых очков в среднем за игру Но я думаю, что туда дальше вполне им по силам будет этот показатель увеличить, тем более, что потенциал атакующий очень и очень большой Ну и как говорит тренер команды, основатель команды Андрей Тубицын, претензии в этом сезоне очень даже высокие у Майами Хотят они стать чемпионами, хотя, опять-таки, повторюсь, что в ВБЛА в этом дивизионе очень высокая конкуренция И тут придется приложить очень много усилий, чтобы действительно победить всех абсолютно соперниц Но, с другой стороны, ресурс команды это позволяет сделать Посмотрим Ну а теперь переходим к игрокам Ну и первый человек, о котором нельзя не упомянуть, это Васильева Наталья Долгое время являлась основным лидером команды И сейчас ее влияние на игру трудно недооценить Отличнейший снайпер, один из лучших трех очков специалистов в лиге И не боится, самое главное, брать на себя игру в концовке, в клатче Занимает сейчас 11 место по набираемым очкам в дивизионе При этом она вторая по количеству выбрасываемых трех и четвертая по проценту реализации В общем, имеет в своем активе и дальний бросок, очень хороший и опасный С хорошим проходом, может врываться сама, создав себе пространство и ситуацию Ну и самое главное, никогда не опускает руки Ну и следующий игрок это Самойлович Вероника Вероника сочетает в себе навык плеймейкера При этом имеет неплохой дальний бросок Поэтому очень полезно, ввиду своей двойной угрозы Ну и как положено, разыгрывающий отлично видит партнеров, не затягивает атаки Готово при необходимости включиться, набирая очки В общем, все, что нужно у этого разыгрывающего есть Кроме всех этих бонусов нападений, зачастую способно читать игру соперников в защите О чем говорит 13 место по перехватам в дивизионе В общем, Вероника из тех игроков, чье влияние на игру не всегда заметно на лицо, но без них трудно Ну и следующая прекрасная леди, это Лавриненко Валерия Валерия присоединился к команде в девятом туре Полезный игрок, способный тащить команду, когда отсутствуют все остальные лидеры Сложно определить позицию Валерии, да это не нужно Может быть опасность периметра Не чурается под кольцом побородка Великолепно бежит в раннее нападение Хорошо бросает из дальней и со средней дистанции В общем, универсальный универсал Набирает в среднем 10 очков Ходит топ-20 дивизионов среди скороров И имеет очень хороший трехочковый бросок Входит в топ-10 по проценту результации за дуги Игрок, который не помешает абсолютно любой команде Я думаю, что Майами будут рады видеть его в ПО Ну и игрок, про которого изначально я не планировал говорить Это Трифонова Галина, X-Factor Сейчас дивизиона в целом, мне кажется Уже сейчас она является первой по скорингу Второй по подборам, четвертой по блокшотам Десятой по перехватам Больше всех штрафных исполняет в среднем за игру Еще и процент под 70 у нее В общем, и так, не слабая команда Майами Получила такое дополнительное усиление Сейчас и все свои претензии на чемпионство Могут вполне себе называть обоснованными Посмотрим, как оно будет дальше Ну и летим мы в дивизион АБЛ+, команде, которая состоит из молодых ребят Часть команд в принципе в дивизионе плюс вот такими же являются Но об этом чуть подробнее Это Tiger State University Как написал мне Евгений Щуров, капитан команды Этот сезон складывается для ребят тяжело И сейчас задача у них простая Доиграть сезон и основательно начинать готовиться к следующему У Tigers есть действительно неплохой подбор игроков С хорошим баскетбольным скиллами Которые реализовать пока не получается Не хватает тренера, который мог подправить Подсказать, выстроить как-то игру И вот это взаимодействие слабое сказывается Как один из худших показателей по передачам в дивизионе Команда имеет Tigers в среднем набирает 49,3 очка за игру Но время от времени включают неплохую защиту И это, скажем так, не самая результативная игра Компенсируется Ну и сейчас у них неплохой такой достаточно Начало после нового года Увеличилась результативность Выросла она до 50,7 В январе вообще удалось набирать по 56 очков за игру в целом И две победы в своем активе после вот этого нового года Команда имеет Так что я думаю, все у парней получаться должно там дальше Но есть еще плюс ко всему Талисман Александр Маркарян Который заряжает ребят на игру Часть матчей пробовал себя в роли тренера Но не пошло И поэтому вернулся на паркет в качестве игрока Хотя и на площадке в командном совет Вот сейчас как раз на экране мы наблюдаем Самый юркий, самый невысокий игрок команд Но тем не менее Ну а теперь об игроках, влияющих все-таки на исходы встречи И первое, о ком мы поговорим, это Максим Первачев Обладает, Максим, очень неплохим проходом И хорошим средним броском С трешки не так все хорошо Но в любом случае, находясь лицом кольцу, его крайне трудно остановить Несмотря на то, что показатель по очкам в среднем 14,2 В феврале и январе выдал по 16-17 очков в среднем за игру С процентом реализации с двухи под 62 В общем, отличные цифры Еще и в защите является лидером по перехватам и блокшотам Если получится реализовать потенциал Это будет большим бустом Ну а теперь следующий игрок, про которого мы не можем не упомянуть Это Горбуленко Владислав Способен он добавить дополнительной энергии Атакующим действиям своей команды Так как вторым по скорингу является И первым по передачам из тех, кто приезжает стабильно весь сезон А он практически без пропусков сыграл эти матчи Больше всех атакует из-за дуги И имеет самый лучший процент реализации своих бросков Но, опять-таки, не самый стабильный этот бросок пока Что у команды и у Владислава в том числе Надеюсь, с появлением тренера команде удастся реализовать свой потенциал Ну а теперь летим мы в дивизион АБЛ Изи Будем знакомиться с командой, которая называется Arizona Wild Cats Весь этот сезон Аризона бьется с соперниками И с собственной своей ротацией Очень часто приезжает 6 человек Это максимум, максимум людей Бывает и в пятером, которые приезжают на игры в Аризоны Способны навязать при этом борьбу почти всем соперникам С кем встречаются Еще и по ходу сезона сменился капитан команды Но неплохо все пока проходит Добавляются новые игроки Которые добавляют уже разнообразие и нападению из защиты Аризоны Сейчас Аризона набирает 59,2 очка за игру Это 15 результат среди всех команд Девятые они по подборам, пятые по блокшотам При этом команда любит бросать много из-за дуги Шесть бросков, это восьмой показатель Хотя не лучший процент реализации в этом плане подводит Ребят, у Аризоны очень хорошая стартовая пятерка Которой, к сожалению, не хватает сил зачастую на весь матч Особенно с сильными соперниками И с командами, у которых хорошая длинная скамейка В общем, Аризона команда зубастая Команда с характером Главное, чтобы хватало сил И удалось набирать по 7-8 человек КПО Чтобы уже цепляться за матчи по полной программе И у них должно все получаться Ну а мы сейчас переходим к игрокам Которые влияют на исход встреч у этой команды И это действительно сильные ребята Давайте с ними познакомимся Ну и первый игрок, о котором пойдет у нас сейчас речь Это Биджамов Георгий Первую половину сезона проводил в роли капитана Аризоны При этом выделялся еще и как скорор Достаточно скоростной игрок Способный угрожать и из-за дуги, и в проходе Давать скорости нападению до Нового года Результативность была в районе 16-18 очков В среднем за игру сейчас немножечко подспала Тем не менее в каждом матче Георгий дает Аризоне Доболнительный буст в атаке Поэтому вклад в игру команды нельзя не оценить Да и в целом средний показатель по очкам 17-60 это 20-е место в дивизионе И 15-е еще и по передачам может ассистировать очень неплохо Будем надеяться, что до конца сезона будет приезжать Ну а вот герой команды на данный момент Шевцов Семен Один из самых универсальных игроков всего дивизиона При росте 191 см прекрасно показывает себя в игре под кольцом Делая в среднем дабл-дабл почти с 20 очками 18 подборами Он занимает третью строчку в дивизионе Изи по этому показателю При этом способен удивлять с периметра Также хорошо закрывает краску команде В защите раздает в среднем по два блока Это четвертый показатель дивизиона Один из самых интересных игроков Позиции четвертых и пятых номеров Каждый матч дарящий отличные ощущения и впечатления Ну и еще один человек, который влияет на происходящее на площадке Онищенко Глеб Он больше как разыгрывающий Раздает 3,5 передач за игру Так же как и Биджамов В начале сезона Глеб иногда заигрывался Передерживая мяч Пробую играть индивидуально Спасая весь мир Но по сезону все же перестроился И сейчас очень нередко от него можно увидеть Отличные ассисты Организацию атаки Хороший дриблинг-контроль позволяет играть спокойно И чувствовать себя без проблем Ну и новичок команды Добровольский Евгений Появился он в 10 туре в первый раз И сейчас за 6 проведенных игр Показывает потрясающие цифры Забивает 20,6 очка за игру Занимает 6 строчку в дивизионе По скорингу В общем нашлась помощь Шевцову Под кольцом в атаке Тем более что с Биджамовым сейчас ситуация достаточно неясная Ну и в целом В целом конечно Аризона Добавляет после нового года И мы ждем что в ПВО смогут они полноценно раскрыться Ну и дивизион ЛАВ Две команды у нас еще в этом обзоре остаются И команда в дивизионе ЛАВ Это команда ГСЕ Очередная Одна из трех Вторую команду ГСЕ Называют Айдаха Играют они в дивизионе ЛАВ Так же как и в ИЗИ Работа по постоянной селекции состава идет безостановочно Основой ротации все так же являются игроки первой, второй и третьей позиции Позволяет команде это быстро и мобильно со скоростью атаковать и двигаться Движение мяча зачастую отличное можно увидеть При этом очень неплохо команда бросает из-за дуги Занимает шестое место по проценту реализации трехочковых Но при этих, при всех факторах все же нападение не самое-самое опасное 55,2 очка за игру А вот в защите очень приятные цифры у этой команды Они 11 по блокшотам, 10 по перехватам Имеют они очень быстрых ребят и совершают 9,2 перехвата за матч в среднем В общем отличные показатели защищающейся команды Но и атака, атака тоже растет В целом у них 40 очков где-то было в сентябре в среднем за игру В январе вообще этот показатель до 64 у нас подскочил Сейчас в феврале немножечко упало до 56 очков результативность Но это ни в коем случае не умаляет достоинства команду Есть у них два больших молодых парня Которые в краске тоже способны создавать такое давление И при этом ни в коем случае не замедлять свою команду Но это большое, огромное спасибо конечно тренерам этой команды Умеют ребята правильно все приоритеты расставить Объяснить и показать как должно все складываться Ну а мы переходим к игрокам, которые окажут очень большое влияние на все происходящее И первый из них это Полевов Антон Правда в последнее время не особо часто его не видно За команду именно в дивизионе Лав Больше в Хай он играет Тем не менее добавился он в состав в 11 туре И в первой же игре набрал 14 очков И сделал 6 перехватов Очень скоростной парень Способный достаточно хорошо играть на обеих сторонах площадки При этом со средней и с дальней дистанции Имеет хороший процент реализации 45 и 39 соответственно Ну и сами за себя говорят 4,4 перехвата за игру Ну и следующий игрок это Иванов Святослав На мой взгляд системообразующий игрок для этой команды Несмотря на то что в составе ГСМ много игроков готовых водиться с мячом Именно Святослав является основным первым номером Отлично видящим площадку С хорошим проходом С хорошей скоростью Способен отдать передачу конфетку После которой забить мяч становится просто условностью Входит он в топ 10 распасовщиков дивизиона Единственное что иногда не берется набирать очки Можно это отнести к не лучшей реализации уверенности в себе Средний и дальний бросок не самый сильный Но потенциал огромный и очень хорош в защите Один блокшот в среднем Так что надеюсь что добавит к ПО Ну и Кудаковский Александр Один из редких игроков Который играет в позиции большого Чистого И так же как все партнеры Несмотря на позицию достаточно быстрый и легкий игрок С ним скорости ГСЕ не падает Ну а в краске способен побороться за подбор Забить с сопротивлением В целом защиту Затементировать тоже может Практически дабл-дабл в среднем за игру делает Там по 9 с небольшим десятых очка И подбора соответственно делает Отличный коллектив ГСЕ собрали в дивизионе лав Очень боевой Ну и улетаем мы на самый верх АБЛХ Именно им мы всегда завершаем Уже все кто смотрит об этом знает Говорить сегодня будем мы о Портленде Команда которая могла бы быть и выше Если бы не проблемы с составом Ну это к сожалению для любительского формата Зачастую вечная история Сыграв большую часть сезона Портленд занимает седьмое место Набирает при этом за 62,7 очка И в каждом матче чуть ли не в пятером-шестером Парни при этом отыгрывают С хорошей историей команда В предыдущем сезоне заняли они третье место В дивизионе лав Также третье место они заняли в 2019 серебряном финале В общем есть бэкграунд В этом сезоне от прежнего состава Осталось лишь 4 человека При этом в каждой игре команда цепляет Способна навязать игру и борьбу Это быстрые проходы Из защиты в атаку Прорывы, игра на скорости Это вот их история Сейчас у команды второй показатель по перехватам в дивизионе 9,8 за игру Да и в целом практически во всех показателях Портленд не опускается ниже 11 места по всему дивизиону Но короткая ротация играет Плохие шутки И команде просто не хватает резервов На концовку в этом году был хороший старт Из 5 побед в 7 играх Но затем проблемы с составом сыграли свою роль Команда осталась без Быкова Сергея Вепринцева Дмитрия Ваульна Сергея, Уланова Дмитрия Все это конечно не могло не сказаться на итоговых результатах Тем не менее Портленд борется Не дает никому никаких послаблений Ну и недавно появившийся в составе крючков Дмитрий Добавил и в защите, и в атаке потенциала команде Так что будем смотреть, наблюдать Как будет там дальше идти Ну а теперь переходим к игрокам Имеющим очень хорошее влияние на все происходящее И один из лучших скороров Каменский Игорь В команде и дивизионе в целом 16,9 очка Игорь набирает Занимает 13 место в хае Плюс ко всему очень нацелен на перехват Как и вся команда По перехватам он занимает 14 позицию Очень любит идти в проходы Не против зарядить с дуги Хотя это оружие во руках не так стабильно Как тот же проход Тем не менее не дает защитникам свободно Оставлять его на дуге Приходится там внимательно за всем происходящим следить Ну и опять-таки Просто какая-то неимоверная выносливость У этого парня Бежать готов весь матч Следующий игрок Это Загреба Денис Игрок-капитан Игрок, благодаря которому Я часть информации по сегодняшнему ролику получил Выстраивает он игру команды Руководит ею на площадке Стабильный 12-14 очков за игру Плюс лучший раздающий игрок команды 3,4 передачи за матч Это 11-й показатель по дивизиону в целом Способен сам в какие-то моменты Брать на себя игру и тащить Что очень важно Когда особенно у команды идет Но в целом, конечно Не набор очков является его прерогатива А именно розыгрыш А так поддержка игроков команды Своими передачами Ну и Волохович Максим Как бы сказал сейчас Кирилл Сачивец Мистер Хассел команды Воспользуюсь я также словами Дениса Самый эффективный игрок в команде Делает много черновой работы Которая незаметно, но сильно влияет на результат При этом пока из силы способен максимально Много перехватов устраивать на скорости Понимание игры отличное Делает он 2,3 перехвата за матч И в целом занимает 11 место в дивизионе По этому показателю И всех, кто стабильно приезжает на игры Именно он имеет самый высокий процент Реализации двух очковых бросков За игру 51,2 И второй просто крючковый процент трешек Хоть бросает не часто В общем, отличная команда Портланд Ну а мы, друзья, еще раз благодарим вас За то, что вы смотрите За то, что вы поддерживаете За то, что вы комментируете Делаете подсказки Оставляете предложения Ждем вас дальше, друзья Еще много команд Нам предстоит увидеть Рассмотреть И познакомиться с ними Всем до новых встреч